Доброе время суток! Моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток! Читаю ваши письма. На почту пришло мне Дашенька Чуботина написала Здравствуйте, Катя! Услышала, что вы любите фламинго. Очень люблю фламинго! Она написала, я тоже их люблю. Вот, родная душа, я же говорю, мы все родные души. Делюсь с вами своей любовью к ним. Картина, которую я написала, представляете? Вот такой вот у нас и есть. Вот такой вот человечек, такая вот умничка, вот она. Такая красивая-красивая девочка. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какая красивая картинка. Вот она. Супер! Просто супер! Представляете, что в душе у этого человека? Вот посмотрите просто на эти краски. На сочетание. И, конечно же, сердце. Конечно же, сердце! Это не Даша, это просто сказка наша. Посмотрите, какая красота. Танец. Просто танец в цветах. И мой фламинго вот так вот стоит в цветах у меня в летней резиденции. Вот там, где мы дом строим на берегу моря. И вот эти вот цветы шикарные. А тут два. Ну, красота! Необыкновенная, конечно. Супер! Да, Дашенька, да, дорогая моя. Это моё. Люблю я такие вещи. Очень. И смотрите, оперение какое интересное. Ну, умничка просто. Спасибо большое, Дашенька. И дай Бог тебе здоровья. Порадовала. Просто порадовала. Следующее письмо от Танюшеньки Минасовой. Тоже у нас есть хорошая девочка, интернет-сестричка. Что она пишет? Она пишет. Дорогая Катрин, здравствуйте. Чувствую вас, родную душу. Поэтому выбрала вас для беседы на эту тему. Я понимаю, что ответ на мой вопрос на всё воля Божия. Но, может быть, вы пообщаетесь со мной или со всей интернет-семьёй. То есть, вот я так поняла, что можно всем зачитывать. Потому и зачитываю. И я думаю, будет всем интересно и полезно ваше мнение. Ваше мнение всегда правильно. Ничего подобного. Моё мнение всегда правильным быть априори не может. Просто. Потому что сколько людей, столько и мнений. Дальше. Вы опираетесь на Святое Писание. Стараюсь изо всех сил. Стараюсь опираться на Святое Писание. Так вот, не знаю, как правильно выразить свои мысли. Как так происходит, когда родители или родные долго и мучительно болеют, доставляя себе и близким испытания? Бывает это годы, даже десятилетия. Есть знакомая семья, очень хорошая. Родители почитали с детства. Очень отзывчивая, добрая пара. Искренне всегда помогут, не осудят. Знаете, я вот это всё прочитала, Танюш. И вот там, где не осудят, я не увидела слова вера. Верующие, да, слова. Но на протяжении долгих лет родители одного из них очень-очень долго болели. Просто мучились. И сами родители тоже плохо в жизни не делали плохого. Как же Господь выбирает, кому страдать, кому быстро без мучений уходить из жизни? С чего вы решили, что Господь выбирает, кому страдать? Господь не выбирает, кому страдать. Вы очень ошибаетесь. Что от нас зависит, как мы должны молиться, чтобы и наши родители, близкие, не испытывали мук? Мы, дети, конечно, всё сделаем, будем поддерживать и ухаживать. Но я представляю, как им в тысячу раз тяжелее, думая, что они доставляют неудобства. Может быть, недостаточно мы веруем, молимся. У меня лично умерли бабушка давно и отец 4 года назад. Они умерли за один день очень быстро. Конечно, так ещё тяжелее, когда мгновенная смерть. И есть что-то в Святом Писании на эту тему. Какое ваше мнение? Как же хочется, дорогая Катерина, чтобы все люди стали ближе к Богу, стали добрее. Не было бы злых и ушлых людей. Был бы мир на земле. Спасибо, что, как можете, помогаете нам быть ближе к Богу. Вы делаете великое дело. Спасибо вам за всё. Огромное спасибо вам, Танюшенька, за такое доброе, открытое письмо. У вас очень добрая душа. И вот, что я скажу. Вот вы пишете. Во-первых, почитание отца и матери – это прежде всего. Дети должны это делать. И сроки здесь не установлены. Вот я так прочувствовала срок, когда же вот год можно, а можно два ухаживать за родителями, а можно день, а для кого-то неделя долго длится. Знаете, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать, срок, почитай, отца и мать своих не установлены. Это бессрочно. Ведь когда вы пришли в этот мир, сроки не установлены были. И лишь люди установили сроки, допустим, 18 лет. И все 18 лет ваши родители смотрели за вами. С момента вашего рождения они меняли подгузники. Ну, тогда у нас были подгузники, когда наши детки были маленькие, потом уже появились памперсы. Меняли подгузники, стирали эти подгузники, вывешивали их. Потом, со временем, да, потом кормили. Через каждые три часа подходили постоянные прогулочки. Они дышали на вас, они жили вами, они согревали вас, они лечили вас. Потом вы начали ходить. Они вас сажали на горшочек, они вас учили. Они с вами за ручку в первый класс пошли. Они разве спросили, как долго это будет длиться? Ведь уже ребенку 6 лет, и уже ж первый класс сколько? И дальше они за ручку с вами ходили. И каждый 1 сентября, и последний звонок, они были с вами. И они радовались, когда вы закончили школу. И они были с вами. И они завязывали вам эту ленточку выпускника. И потом поступление, и они были с вами. И они... Как же? Они не говорили же вам, ну, когда это закончили? В смысле? А никогда. А никогда. Никогда. Потому что написано, почитай отца твоего и мать. Раз. Во-вторых. А вы не спрашивали этих ваших знакомых? Вот вы пишете, добрые, хорошие. А как часто они обращались к Богу? И вообще обращались ли они к Богу? Это раз. Во-вторых. Сейчас меня интересует их вера, не религия. Меня не интересует религия вообще. Если вы сейчас мне скажете, что да, они ходили и освещали корзину с яйцами, меня сейчас это не интересует. Меня интересует вера их. Были ли эти люди верующие? И это не значит, что верующий. Были ли эти люди верующие? Как часто они обращались к Богу? Просыпались ли они утром с радостью, с благословением и с благодарением? Говорили они, слава Богу, начался день. Господи, благослови моего ребёнка. Господи, благослови нашу пищу. С молитвой, с радостью. Открывали ли они хоть одну главу в день? И проникали ли они в Святое Писание? И знают ли они, что там... Изучили ли они про них? Знают они, что от них хотел Господь? Познакомились ли они с Ним? Псалом 90-й мне очень нравится. Без Псалма 90-го не проходит мой день. Там написано, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя моё, воззовёт ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его. Вы слышите, что написано в 90-м Псалме? Там написано, воззовёт ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби. А до этого написано, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя моё. Познали ли они Его имя? Я очень прошу всех прочитать 90-й Псалом. Неважно, к какой деноминации вы относитесь. Давид – это Псалом Давида. Он есть во всех деноминациях, без исключения. И даже у мусульман он есть тоже. Дауд. Так вот, прочитайте 90-й Псалом Давида, Дауда. Псалом Давида, прочитайте. Вникните. И там есть ответ. Ведь у Бога много имён. Он Господь-целитель наш, наш обеспечитель, наше знамя и наша праведность. Он также обещает быть нашим освободителем. В нашем беспокойном мире, И, наверное, именно в этом мы нуждаемся больше всего. Особенно последнее время. Отца и маму почитать надо всегда. Причём без ограничений времени. Там нету никаких ограничителей в этой заповеди, Танюша. Поймите вы это. И когда уйдут они, если тот, кто не хотел этого делать, почитать отца и мать, им будет очень обидно. И они будут обнимать и целовать их в гробу. И, может быть, тот гроб. И рыдать страшно, страшно, страшно на могиле. Потому что они не успели всё отдать. А вот это очень мощная заповедь. При жизни отдавай всю себя. Отдавай им. Почитай отца и мать. Почитай столько, сколько надо. Просто почитай отца и мать. Причём на регулярной основе. И постоянно. Если мама и папа сами себя обслуживают, это прекрасно. Но не забывай ежемесячно высылать им на... Не просто на хлеб, а на хлеб с маслом. С красной икрой желательно. Это очень важно на самом деле. Очень важно не гневить их, не давать им плохую информацию, а только хорошая. Это очень важно при жизни. Тогда вам не придётся рыдать, когда их не станет. Потому что при жизни вы сделали всё, по крайней мере, старались изо всех сил. А не когда сидит человек, вроде бы уважаемый, вроде бы умный, вроде бы знающий, и говорит, а я не смог дать своим родителям то, что должен был. Или человек, который, например, вёл образ жизни, гулящий, наркоман, алкаш и так далее, который действительно привнёс гадости в жизни родителей, да так, что, может быть, даже родители обычно очень сильно переживают, когда их детище выпивает, даже просто стакан. Вот почему за одним столом с родителями ни в коем случае вообще выпивать не надо. Вообще. Это закон. Нельзя этого допускать. Это боль. Я не знаю, как кому, но это боль, понимаете? И тогда, когда умирают их родители, обычно вот алкоголики и наркоманы, они так убиваются, так убиваются. А знаете почему? Потому что они не почитали, они топтали своих родителей своим поведением. Но есть много верующих, которые никогда не видели работу Божьей, освобождающей силы в своей жизни. Потому что вместо того, чтобы близко ходить с Богом каждый день, они ждут, пока не придёт беда. И только тогда взывают к Нему. Вот таких верующих я называю верующие в кавычках или номинальные верующие. Так быть не должно. Если вы ходите в Боге или говорите, что вы ходите в Боге. Вот это слово мне не нравится вообще. Выцерковлённое. Это что такое? Что за цирк? Выцерковлённое, невоцерковлённое. Вот эти слова я вообще не понимаю. Если вы в Боге, то вы берёте Святое Писание, открываете, проникаетесь и понимаете Его волю и идёте вот так, как там написано. Вот и всё. Старайтесь уподобляться Христу во всём. Там так написано. Вот и всё. И если вы хотите, чтобы Бог спас вас в тяжёлое время, вы должны общаться с Ним. Не только, когда у вас плохо, но когда и у вас всё хорошо. Проснулись, день вам дан. Утречком прославили Бога. Славу Ему воздали. Благословили своих детей. Помолились. 90-й Псалом прочитали. 22-й, 23-й. Сказали, слава Богу. Одну главу Библии изучили. Всё. Это ведь не так много времени. Днём вспомнили, сказали какие-то слова во славу Божью. Заметили красоту вокруг себя. А потом выполнили задание, которое он хочет любить ближнего своего, как самого себя. Ободрили кого-то, поделились интересной информацией, помогли кому-то. А вечером на ночь помолились, покаялись. Вдруг кого-то обидели. Словом, неправильным взглядом и так далее. Я всегда молюсь. Вот, например, про мальчика вот этого я выставила. Видео внизу, ссылочка будет. Вот этот мальчик, Долгополов. Долгополов. И вот про этого Долгополова, Александра, я защитила его. У меня сын его смотрел. И некоторые его сатирические, комедийные миниатюрки он мне показывал. И я думаю, ну вот он, бриллиантик пошел. На него напасти начались. Просто напасти. Его хотят схватить. Он говорит, спасите меня. Он просит. Очень хороший мальчик. Он просит, спасите меня. Меня хотят посадить. Спасите меня. Он ничего в этой жизни не сделал плохого, за что можно было бы посадить ребенка. Ничего. Знаете, что мне написали его земляки? Этот парень из России. Мне не важно. Был бы он с Белоруссии, я бы за него стояла бы. Он из России, я из Российской Федерации. Я за него стою. И был бы он из Молдавии, я бы за него стояла. Был бы он из Украины, я бы за него стояла. Потому что он ничего плохого в этой жизни не сделал. Понимаете? Для того, чтобы из него... Вы знаете, что из него сделают в тюрьме? Вы себе можете вообще представить? И мне пишут, он там в каких-то видео матерился. Кого вы защищаете? Слушайте, ему сколько лет. Вы что, такие святые все? Вы не матерились? Лично я материлась. Я вспоминаю себя, когда я летала стюардессой в авиации. У меня вылетала. За что я чуть позже уже каялась. И осознала, что это один из бесов, от которого мне надо было избавиться. Я написала этому парню. Я написала ему. Но я встала за него. Потому что, когда человек просит о помощи, тем более такой парень, за которого не пойдут. Понимаете? Есть актер один. Так его, когда закрыли в Российской Федерации, за него все встали. Все актеры. А за этого мальчика не встанут. Поверьте мне, не встанут. Потому что они выбирают, за кого вставать, за кого не вставать. Выродилось общество. Вместо того, чтобы сказать, да, действительно, надо защитить парня, они мне пишут, вы знаете, он матерился. Вы вообще в своем уме? Заматерился, что в тюрьму сажали? Вы вообще, он не убийца, он не насильник, он интеллигентный мальчик. Матерится, извините, почти вся Российская Федерация матерится. Ну так что? Не надо его защищать? Ну вы даете. Еще я очень хочу поблагодарить Свету Гончарова за то, что она поддержала этого парня и Фридочку. Фрида, большое спасибо. Сразу. Под его видео, я там особо больше никого не заметила, чтобы кто-то написал. Ну да ладно, что ж об этом говорить? Вы знаете, даже глядя на мое сообщение, я думаю, что он зайдет ко мне на канал и услышит Слово Божье. Я думаю, на что-то откроются глаза у него и у его супруги. Они молодая семья, они только первые шаги делают. Одно то, даже, что он не курит, не пьет, понимаете? Да посмотрите на него, как он просит, помогите мне. Кстати, о чем я говорю, внизу будет ссылочка на это видео, кому интересно. Так вот, тогда может и родиться в нем вера, и он поймет, что некоторые бесики, да, он пропустил, вот, например, без мата. И поэтому нужно общаться с Богом. Никогда у нас все плохо. Я думаю, вот сейчас он начнет молиться и правильно сделает, потому что, если он не начнет молиться, если он не начнет, не повернется к Богу и не отрежет от себя мат, может действительно он впустил этих бесов, которые сейчас работают. Он просто распахнул им двери. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому никогда у нас все хорошо, никогда у нас плохо, а когда у нас все хорошо, надо тоже уметь. Почему? Потому что Бог отвечает на веру. Именно наша вера, а не наша нужда, дает Богу возможность действовать и поддерживать нас. А мы, мы никогда не сможем развить такую веру, доверие и уверенность в нем, если не будем проводить достаточно времени с Богом, познавая его. Вот в чем дело, Танюша. В первом послании Иоанна, глава третья, почитайте, с 20 по 22, говорится, что мы имеем дерзновение к Богу, когда делаем угодное Ему. Если мы не служим Богу от всего сердца, тогда, тогда у нас нет уверенности, что Он спасет нас от беды. когда нас будет окружать опасность, вместо того, чтобы быть исполненными верой, мы будем парализованы страхом. Еще очень важно не допускать страх в свою жизнь, гнать этот без страха от себя как можно дальше, потому что как только вы его запустите, он начинает вас разрушать изнутри. С каким страхом этот мальчик говорил? Мальчик с таким, я не знаю, страхом говорит. Зачем они это делают? Я не знаю конкретно пока, но понятно, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Я решил уверен вас об этом, потому что мне страшно, я решил привлечь к этому вниманию. Но я также хотела поделиться, потому что это же ужасно, верно? Это просто обескураживает. Эти вещи не должны происходить. вот так вот он просил, просил, и мне написали, знаете, мне написали его земляки такое, что ну я понимаю, что что-то не то происходит. Ребята, да вы что? Вы что не видите, что перед вами дитё нормальное? он там матерится, что его сажать? Одни мне вообще пишут, мы понимаем, у вас парень, МВД, причём здесь МВД парень? У меня в МВД слава богу, свои люди есть, не переживайте. Пол МВД английскому языку научила. Не переживайте. И прокуратуру заодно тоже. И СБУ. За это можете спокойно быть. И сейчас я говорю о Российской Федерации. И защищаю вот именно вот этого парня. За шутки не сажают, за шутки в президенты отправляют. Но страх впустил. Вы видите, что он со страхом это говорит. Страх впустил. Потом бесов многих впустил. Это бес мата. Он часто очень выражался. Вот этого делать вообще не надо было. Надо как-то заменять. Тогда ты был особенным. Понимаешь, вот в чём дело. Не надо под эту толпу. Вся толпа материться там. Не надо под эту толпу. Запомни, мат, если ты меня слышишь, язык сатаны. Запомни это. Матеряться сатанисты. Это одно из разрушителей в жизни. Обязательно будут неприятности в той семье, где есть мат. Обязательно. Это сопровождающее. Вот нужно быть исполненной верой. И не бояться, потому что страх парализует. любите Бога и служите Ему от всего сердца, Танечка. Вот вам мой совет. Имейте с Ним близкие отношения, близкое общение. Знаете, когда? Не когда вам плохо, и когда вам плохо, само собой, но важно в благоприятное для вас время. То есть каждый день мне приятно говорить Богу слава, мне приятно говорить, Господи, спасибо Тебе за свет, спасибо Тебе за газ, спасибо Тебе за воду. Господи, я благодарю Тебя за такую уникальную семью, которую Ты придумал для меня за этих моих родных и близких уникальных за эту жизнь которая у меня была такая уникальная господи я благодарю тебя и я верю что ты для меня что-то приготовил еще более уникально вот они папочка мамочка при жизни почитать надо они рыдать на могилах а вот три брата саша львов или маты олежек это матео это матео а уже и саша уже матео хорватия сзади стоит они похожи сашкой олежек и маленький теодорчик он в израиле сейчас когда на это все смотришь вспоминаешь и все время прославляешь бог господи спасибо тебе за эту землю посмотрите это земля обетованная это землю которую он мне дал это дети которые он нам дал это наши дети сейчас они уже большие ребята сейчас уже даже теодорчик вот тот что в кроватке в этой в колясочке он боец он занимается спортом серьезно там в израиле уже выигрывает соревнования вот они все наши защитники только свистну только свистну это еще не все это часть почему я начала видео снимать и рассказывать потому что они все по всему земному шару по всему и вот когда вы будете нуждаться в нем как в освободите ли в боге вы будете точно знать что можете доверить ему заботу о себе вот так обязательно псалом 90 читайте 14 15 стих за что за то что он возлюбил меня вот возлюбите бога избавлю его вот тогда он вас избавит защитит вас потому что он познал имя мое говорит господь вот познайте его имя потом говорит господь вас зовет ко мне взывайте к нему кто вам мешает это же не сложно каждый день взывать к богу и услышу его с ним я в скорби вот оно правило первое возлюби второе познай третье взывай и тогда избавит и вот вся формула танюша вот оно прославление в наших пацанах в наших продолжителей рода вот оно и в девчатах наших и девчата у нас замечательный однако красавица натали какая у меня и какие внуки у нас сейчас вот это внук что в колясочке вы сейчас видите мой сын ему поправляет памперс это теодорчик а еще есть у нас лидия еще есть у нас хрыся в греции у нас очень много на самом деле когда мы все собираем все ого-го будьте благословены и за все за это я говорю слава богу за мою семью слава богу за интернет семью и каждый день в интернет семью прибавляется и поверьте мне в вашей жизни в тысячи раз больше прибавится только прославляйте и все будет замечательно я люблю вас пока пока а